Всем огромный привет! Я сегодня решила немножко поменять место своей локации. Конечно же, хочу вам показать вот эту вот красоту. Я в своем телеграм-канале уже писала о том, что наконец-таки появилась у меня светодиодная надпись. Если вдруг не подписан на мой телеграм-канал, то обязательно приглашаю вас подписаться. Ссылочки, как всегда, оставляю внизу в инфобоксе и, конечно же, в закрепленном комментарии для вашего удобства. О чем я с вами хочу сегодня поговорить? У нас с вами будет длинное, скорее всего, объемное видео, потому что я вам обещала рассказать про свой актуальный уход за волосами. Я считаю, что зимой этому нужно уделять особое внимание. Плюс у меня было жесткое выпадение волос осенью. И сейчас, после того, как я уже прошла два курса данных средств, я хочу подвести итоги. И, конечно же, мы поговорим с вами сегодня про ароматы. Не просто так я надела такую желтую жизнерадостную кофточку. Мы с вами будем сегодня говорить про цитрусовые ароматы. Ссылочки, как всегда, оставляю внизу в инфобоксе практически на все продукты, которые я вам буду сегодня показывать. Поэтому обязательно заходите, смотрите. Ну и, конечно же, не забывайте про мой минус 10% промо-код в интернет-магазине парфюмерикосметики.randevu.ru Итак, первое, с чего хочу начать, очищение головы и выпадение волос. Конечно же, шампунь. Это Гуама, бренд, который в основном специализируется на уходе за телом. То есть всякие скрабики, маски, кремы, обертывания. То, что нам помогает быть в тонусе. Некий по уходу за телом еще не знакомо, но я решила познакомиться с их уходом для волос. Это лечебный шампунь. Но сразу хочу отметить, это его аромат, потому что, да, сначала он такой ненавязчивый, но он очень долго остается и на коже головы, и на волосах. И потом, со временем, он, честно говоря, уже просто начинает надоедать, когда ты достаточно долгое время пользуешься данным средством. Запах у него такой травянистый, эвкалиптовый. Многие сейчас могут мне написать о том, что, Оля, ну как шампунь может помочь от выпадения волос? Самое главное, правильно его использовать. То есть, да, понятное дело, первый раз вы его вспениваете, смываете, а второй раз, когда вы уже наносите данный шампунь, вы хорошенько массируете скальп и оставляете вот эту вот пену где-то минут, наверное, на 5-10, чтобы шампунь начал работать. Только в таком случае вы не впустую вылейте этот шампунь в канализацию, поэтому я вам очень рекомендую. Но вот единственный запах, запах я как-то пока не в восторге от запаха данных средств. И второе, что, наверное, более действенное, это, конечно же, ампулы, также от Гуам. Составы продуктов я не буду зачитывать, потому что вы с легкостью можете открыть интернет, почитать то, где содержится. Я также хочу сказать, что я не являюсь противником СЛС, СЛС, ПАБов и прочего. Мне самое главное, чтобы средство работало на мне, чтобы работало на моих волосах, чтобы я видела результат. Если вдруг вы впервые на моем канале, то у меня волосы длинные, окрашенные, поврежденные, сухие, пушащиеся, вьющиеся. Ну, собственно, сухость, пушистость – это все то, что неотъемлемой частью является именно вьющихся волнистых волос, потому что если у вас волос прямой, то он такой вот, знаете, ну, как ниточка. А если у вас волос пушистый, вьющийся, кудрявый, то он у вас похож на елочку. Поэтому я всегда делаю акцент в своем уходе именно на разглаживающие продукты, потому что я не очень люблю свой естественный завиток. Итак, давайте вернемся к ампулам. Вот такие вот ампулы. Здесь было 12 ампул по 7 мл. Одной ампулы хватает на 2 раза. И очень важно правильно использовать эти ампулы. Здесь содержатся вот такие вот ампулы и идут 2 носика. Очень хорошо, что здесь идут именно 2 носика, потому что первый носик у меня сломался, наверное, после второго использования. Я как-то так небережно, в общем, к этому отнеслась. Он просто треснул. Ну, слава богу, что здесь есть второй. Очень хорошая ампула. Сразу вам хочу сказать, то есть у меня действительно пропало выпадение волос. И такого маленького количества выпадения волос, сколько у меня сейчас обычно при мытье, там при расчесывании, у меня, мне кажется, тоже очень давно такого не было. Самое главное, что хочу вам сказать, это техника использования, то есть метод использования данных ампул. Мойте голову привычным для вас способом. Наносите шампунь, кондиционер, там маску, бальзам, что у вас идет обычно в вашем рационе питания ваших волос, скажем так. Убирайте лишнюю влагу с волос и больше пока ничего на волосы не наносите. Дальше вы наносите эти ампулы. Ампулы наносите себе на кожу головы. Хорошенько массируйте и оставляйте минут, наверное, на 15-20, чтобы средство впиталось в кожу головы. Он имеет охлаждающий такой эффект. И потом вы можете уже наносить последующие продукты, переходить к укладке. Но самое главное, это вот это вот время выждать, пока они сработают. Я вам от души его рекомендую. Экономичное средство, потому что одной ампула, повторюсь, хватает на два раза. Я вам очень советую. Однозначно буду покупать повторно, когда вот сейчас доделаю курс, для того, чтобы они у меня были, знаете, на инзеток. Внезапно у меня наступило это выпадение волос. Я тогда чуть ли не плакала. Сидела, когда у меня просто клыками выпадали волосы. Вот эти продукты я вам очень рекомендую. Если у вас также выпадают волосы, попробуйте. Также от Гуану очень хочу отметить вот такую вот интенсивно-керативную маску. Она имеет потрясающий просто эффект. И она имеет потрясающий просто аромат. Здесь хоть и 200 мл, но из-за ее консистенции вроде бы как бы и не сильно густая. Но она настолько легко распределяется по волосам. И из-за этого она является очень экономичной. Несколько девочек мне уже написали о том, что огромнейшее спасибо, что ты рассказала про эту маску. Потому что она действительно работает. Также в том ролике, когда я затрагивала тему вот с этой маской, когда я изначально вам рассказала про данные продукты, пару раз мне писали о том, что если у меня путаются волосы на затылке, значит они супер сухие. Вообще их проще обрезать под коре. Нет, друзья, если у вас длинные волосы, то они априори будут путаться, если у вас не стекловидный тип волос. Потому что стекловидные волосы, ну никак, они супер гладкие. Им даже зацепиться особенно не за что. У меня волосы пушистые. Они пористые. То есть как елочка. Даже если я их вытягиваю до идеального состояния, они так или иначе будут путаться. Поэтому не стригитесь под коре. Лучше подберите себе хороший уход. Если у вас, конечно, на голове не пережженный там, допустим, блонд или не пережженные волосы, в таком случае, конечно же, нужно уже отстригать. Почему я именно сейчас хочу сделать огромнейший акцент на эту маску? Потому что она очень хорошо справляется с такой проблемой, когда у нас, собственно, зима, выносите шапку, вы ее снимаете на затылке. Вот у меня очень часто такая проблема. Спутываются волосы, потом распутать их. Это целая эпопея. Если у вас такая же проблема, попробуйте вот эту вот маску. Она экономичная, она не бюджетная, я сразу хочу об этом сказать. Но она действительно работает. Не то средство, за которое вы заплатили огромнейшие деньги, оно не работает. Это работающая маска. Ну, что-то там в районе, может быть, двух с половиной тысяч рублей стоит эта маска. Маме своей я тоже ее насоветовала. Она тоже себе ее купила. Довольно просто на все сто. Если не говорить про лечение, очень хочу отметить уход на повседневку. Либо когда я делаю перерыв вот с этим вот лечением от выпадения. Это шампуни Тиджи. Не все их любятся. Их резкий запах. Мне, честно признаться, нравится. Я несколько шампуней пробовала. И достаточно давно, на самом деле, знакома с брендом. Очень их люблю за их одушки. Бэйтхэт вот такой вот красненький. Здесь 400 миллилитров. Это у нас для сильно поврежденных волос. Пахнет химозной клубничкой. Но мне очень нравится этот шампунь. Он идеально подходит моей коже головы. То есть, никакого раздражения, перхоти он меня не вызывает. Потому что у меня кожа головы привередливая. Чуть что, у меня начинается на голове полнейший сугроб. Учитывая то, что я, извините меня, темненькая. Но это как бы совсем не камильфо. Я вам очень хочу посоветовать этот шампунь. Он мягко очищает волосы. То есть, он абсолютно не пересушивает ни кожу головы. И ни сами волосы. Объема бешеного от этого шампуня не ждите. И также я вам хочу показать вот такую вот бадью. Это витаминизированный шампунь. Также от Bad Hat. Он мне понравился чуть меньше. Но здесь 750 мл. И если сопоставляет ценник. Там есть такой же объем. Я так предполагаю, в такой же упаковке 400 мл. То 750 гораздо выгоднее. То есть, там без промокода где-то, наверное, 1700-1600 получается за 750 мл. Шампунь густой. Имеет очень приятный такой цитрусово-сладковатый аромат. На ежедневную основу замечательно подходит. Но опять же, с ним какой-то бешеной скрипучести. Именно объема ждать не нужно. Потому что это шампунь, который все-таки немножко обогащен дополнительными компонентами. Чтобы помочь немножко вашим волосам. Мне нравится, как выглядят после него волосы. Но волосы нужно промывать хорошо. Этот шампунь я однозначно могу вам посоветовать. Потому что у меня никаких он недугов, грубо говоря, не вызывает. То вот этот может немножечко накосячить. Поэтому с ним нужно быть аккуратной. Также, что касаемо увлажнений волос. Вот этого продукта я, к сожалению, не нашла на рандеву. Это Ладор. Раньше постоянно был Ладор на рандеву. Видимо, сейчас, может быть, убрали. Или что-то у меня было, в общем, с компьютером не то. Я очень хочу вам порекомендовать вот такой вот супер увлажняющий бальзам для волос от бренда Ладор. Мне вообще Ладор очень нравится. Не очень подходят их шампуни. Но мне очень нравятся их бальзамы и маски. Это бальзам, который спокойно может вам заменить любую маску. Он имеет такую гелевую консистенцию. Как будто бы немножко даже жирненькую. И после того, как вы используете это средство, ваши волосы как будто бы водоросли становятся. Я думаю, обладательница кудрявых, опять же, пористых волос хорошо знакома с таким эффектом. Если вы любите добиваться разглаживающего эффекта, то это средство также поможет вам разгладить волосы. Волосы становятся блестящие, мягкие. Очень легко поддаются укладки, поэтому тоже вам настоятельно рекомендую попробовать. Но если у вас прямые волосы, он может сделать на вас эффект грязных волос. Обладателям прямых волос, не поврежденных, не рекомендую. Если нуждаетесь в интенсивном увлажнении, то обязательно присмотритесь. Также, конечно же, про дополнительный уход. Я любительница многослойного ухода за волосами. То есть для меня каждый раз помывка головы это целый ритуал. Потому что у меня куча баночек, которые нужно нанести во время мытья, после мытья. Чтобы мои волосы именно и внешне, и тактильно нравились мне, как себя ощущают. Опять же, это особенность именно сухих, пористых, пьющихся волос. Давайте не будем об этом забывать. С качеством волос у меня все нормально. Но я люблю именно более разглаженный эффект. Вот такая вот сыворотка двуфазная от Капус. У меня здесь маленький объем 200 мл. Я не знаю, какая по счету у меня эта упаковка. У нее травянисто-цитрусовый такой аромат. Но она очень круто увлажняет волосы. Обязательно в течение дня, а после мытья, перед расчесыванием, носите вспомогательные, такие вот увлажняющие, помогающие распутать волосы. Средства, сыворотки, спреи. Тогда ваши волосы будут гораздо меньше рваться. Сечься и ломаться. Обязательно попробуйте. Легкая сыворотка, абсолютно не пачкает волосы. Думаю, также многие с ней знакомы. Крем сейчас также у меня в фаворитах от TG. Это их знаменитый автопати в таком вот интересном флакончике. Обалденно имеет аромат. Но это средство, которое нужно использовать очень экономно. То есть это тот продукт, которого вам хватит на очень долго. Здесь 100 мл. Но это действительно суперэкономичное средство. Потому что его нужно горошину с ним очень легко переборщить. Он делает суперплотные волосы. Он очень хорошо распутывает колтуны, если вдруг у вас такая проблема. Он очень делает приглаженные волосы. То есть это средство для разглаживания, для блеска волос. Поэтому тоже обратите свое внимание. На рендву он, кстати, есть. Потому что я заметила, что в последнее время его достаточно сложно найти. Я всегда наношу масло. Сейчас конкретно у меня Лондо Вельвет Оил. Их облегченные именно версии. Я не пробовала классическую. Но облегченные, в принципе, мне нравятся. Я постоянно меняю масла. Потому что масло это тот продукт, который используется достаточно долго. Кстати, от Ладор очень хочу вам порекомендовать масло. Тоже у них идет в синей упаковке. И у них очень удобные объемы. То, что можно купить себе 10 мл. Кстати, очень экономичное и безумно вкусно пахнущее масло. И также там есть большие баночки. Вот я себе хочу в следующий раз взять большую баночку. Потому что здесь мне не очень нравится аромат. Но хорошее масло абсолютно не пачкает волосы. Придает блеск волосам. Если вы собираетесь делать укладку, наносите на свои волосы масло, которое не предназначено в качестве именно термозащиты. То представьте, как будто бы вы налили на сковородку масло и положили туда, собственно, свои волосы. Так ни в коем случае не делаем. И, конечно же, не забывайте про термозащиту. Я ее сюда не взяла. Но я всегда пользуюсь термозащитой, даже если не укладываю волосы, допустим, на фен. Но я стараюсь все-таки немножечко просушивать свои волосы. Потому что, несмотря на то, что они у меня вьющиеся, такие, то есть пористые, они должны, по идее, быстро всасывать в себя влагу. Они сохнут у меня долго. Потому что у меня длинные волосы. Лондо. Но, в принципе, можете использовать любое другое масло. Мне вот это вот нравится. Потому что оно не утяжеляет и не жирнит излишние волосы. Давайте переходить к ароматам цитруса. Я безумно люблю цитрусовые ароматы. Цитрусы всегда заряжают особенной такой вот жизненной силой, энергией. Если у тебя нет настроения, если у тебя нет сил, ты нанес на себя цитрусовый аромат. И все, уже жизнь начинает играть другими красками. Поэтому я, конечно же, особое внимание уделяю цитрусам. Всегда ищу какой-нибудь классный цитрусовый аромат. В последнее время эти цитрусы стоят как-то очень дорого. Также еще до сих пор не познакомилась с лабораторией Альфатилом Мандарин. Потому что очень хвалит этот мандарин. Но, опять же, технические характеристики. Давайте не будем забывать о том, что цитрусы чаще всего они, ну, как бы максимум где-то 3-4 часа. Если у вас холодная кожа и они на вас сидят дольше, то вам очень сильно повезло. С меня, так как у меня горячая кожа, несмотря на то, что я такая белянка, с меня цитрусы слетают быстро. Но я никогда не прочь их обновить. Потому что я обожаю вот этот вот заряд энергии. Конечно же, хочу начать с бренда Оно. Это мой любимейший секрет гарден аромат, с которым я познакомилась. И буквально, наверное, через пару дней себе его заказала. Потому что безумно мне понравился этот зеленый чай. Лилия цитрусов, водные лилии. То есть здесь есть такой водянистый оттенок. Очень красивый аромат. Он, кстати, имеет хорошую стойкость. И безумно мне нравится, как он раскрывается именно на морозе. Здесь также очень ярко ощущается именно чай. Здесь есть древесные оттенки. Аромат очень многогранный. Натурально звучащий. Для меня это аромат успокоения. Потому что зеленый чай очень хорошо. Знаете, так в тебя какое-то стабильное, более стабильное состояние приводит. Очень его вам рекомендую. Ценник кусается. Сразу скажу. Сейчас я заметила на него еще больше выросла цена. Но на рандеву есть пробники. Поэтому обязательно его попробуйте. Также можете подойти в магазине, потестировать. Я прям действительно в восторге от этого бренда. От тех ароматов, которые они делают. Они не делают чего-то прям запредельного. Но так же уже много раз говорила. Машенька, пожалуйста, не урони мне камеры. Я тебя очень прошу. Но они делают настолько качественные ингредиенты. Это, кстати, бренд, который скрывает свою пирамиду. И поэтому здесь уже полнейший полет. Вот она моя рыбочка пришла. Полет вашей фантазии. И второй аромат, который я очень ругаю за его технические характеристики. Это, конечно же, мой любимый пикаради. Очень долго сомневалась. Надо, не надо. Надо, не надо. Потому что реально не держится. Очень плохие технические характеристики у данного аромата. Но это просто цитрусовый взрыв. Это цитрусы и грейпфрут, и бергамот, и лимон. И немножко кожицы мандарина. То есть они здесь именно такие вот горьковатые, сочные. Прям брызги. Как будто вы берете, разрываете этот грейпфрут. И вот эти сочные брызги вам летят в лицо. Он такой красивый. Он такой сочный. Также здесь есть ветивер, по моим ощущениям. Немножечко имбиря, древесные оттенки. В базе он немножечко начинает заслащиваться. Уходит на мне в сладкую меринду. Но почему ты такой нестойкий? Ну почему? У них, кстати, все флаконы выглядят одинаковым образом. Вот такие вот они серо-черные, с золотыми крышками. Вот это у меня тестер. Здесь идет надпись. Вот это у меня не тестер. Здесь вот нет самой надписи. Но цена у них одинаковая. Что была за тестер, что не за тестер. Очень вам рекомендую. Классный бренд. Новый, не мега популярный. Поэтому обратите свое внимание. Но ценник кусается сразу. Хочу об этом сказать. Бренд, на который ценник не кусается. И прекрасный просто цитрус. Это, конечно же, Мансера Сицилии. Я сняла эту несчастную, несчастную, как она называется, скотч. Потому что очень меня раздражало. В общем, ладно. Допользую, сколько у меня здесь осталось. И просто обновлю себе этот флакон. Здесь 120 мл. Это Мансера Сицилии. Я также думаю, что многие знакомы с этим брендом. Многие думают, что знакомы с этим ароматом. Если вы ищете очень классные, сладкие цитрусы с жасмином, с прохладой, то обязательно обратите свое внимание на Сицилию. Потому что она прекрасна вне сезона. В любое время года можно надеть этот аромат. И будешь чувствовать ты себя шикарно. Здесь очень сладкий апельсин. Здесь очень ярко чувствую. Опять же, прохладный такой вот, не могу даже сказать, черный или зеленый чайный. В общем, туда обязательно накидали свежих лепестков жасмина. Очень классный аромат. Летом он как охлаждающий коктейль, а зимой он поднимает настроение своей цитрусовой игривостью. Даже, я бы сказала, немножечко шипучестью. Очень хорошо, что Мансера поменяли крышки. Теперь они на магните. У меня это достаточно старый флакончик, поэтому он у меня раскручивается. Буду обязательно обновлять себе этот аромат. Если вы любите цитрусы, то тоже рекомендую. Стойкость у него нормальная. Где-то, наверное, часа 4. Также очень хочу отметить новиночку. Но это, наверное, больше подойдет именно мужчинам. От Arabian Wind. Это Туатар. Здесь такой сочный, прям взрывной лимон. Причем именно, когда вы выходите на мороз. Летом мне очень интересно будет посмотреть, как будет раскрываться этот аромат. Потому что вот зимой, когда ты выходишь на улицу, рызги сочного, даже недоспелого, я бы сказала, немного лимона тебе прям в лицо прыгают. Дальше здесь начинает раскрываться ветивер. Древесные оттенки. Чуть-чуть бобов тонка. Очень классный. В принципе, для меня это унисекс аромат. Многие могут посчитать его именно мужским. Обязательно к нему присмотритесь. Также, если ищите своему мужчине какой-нибудь дорогой, но несложно сочиненный аромат, красивый, то обязательно попробуйте Arabian Wind. Туатар. Очень классный парфюм. И технические характеристики у него хорошие. Но не могу сказать, что это прям все заполняющий аромат. Аромат, который постоял у меня пару месяцев и трансформировался. Это аромат от Франческо де Лера. Рассказывала несколько раз про этот аромат. Семена лимонная цедра. Петки, опять же, в жестяной банке. Я вам уже рассказывала. Такие вот леденцы были своеобразные. Пудра на них такая образовалась. После вот этих вот цитрусовых леденцов здесь начинает раскрываться цветочный блок. И мне безумно нравится, как в базе раскрывается этот аромат. Потому что со временем он начал приобретать какие-то немного сливочно-кокосовые оттенки. Даже когда я не так давно воспользовалась данным ароматом, муж мне сказал, ммм, кокосико пахнет. Я так удивилась. В пирамиде данного аромата никакого кокоса не заявлено. Но действительно в нем появилось вот это вот молочное сливочное звучание. Очень классно. Немножко деревяшек также присутствуют в базе данного аромата. Замечательные технические характеристики. Это аромат на грани цитрусов и гурманики. Потому что он действительно со временем, как я уже сказала, стал таким более сладким. Но я вам очень его рекомендую. Потому что мне он действительно понравился. Не всем он нравится. Поэтому я рекомендую его тестировать перед покупкой. Желательно разносить. Конечно же не могу не отметить свою любовь. Аромат, который я, наверное, за неделю сносила 5 мл. И теперь я перешла именно к флакону. Это, конечно же, цитрусовая поэзия. Рождественские сестры. Не буду коверкать язык. Сегодня я не в ресурсе. Это шикарный аромат. Это действительно обалденный. Зеленое яблоко, возможно, вы услышите. На мне этот аромат очень отчетливо раскрывается красным грейпфрутом. Также здесь очень ярко ощущается дубовый мух. И немного такие древесные оттенки. Он, конечно, не суперстойкий. Но 4 часа в легком флоре он даже на мне выдерживает. Магнитная крышка. Это отличный цитрус. Я очень рада, что я с ним познакомилась. Это действительно потрясающий просто аромат. Его оформление. Он такой тяжелый, увесистый. Как будто бы в мозаике. И магнитная крышка, как какой-то леденец. Также хочу познакомиться еще с несколькими ароматами от данного бренда. Если знакомы, то обязательно напишите, какие у вас в фаворитах. Мне будет очень интересно почитать. Versace Versace. Для меня это очень красивая рабочая лошадка. Здесь есть цитрусы. Здесь есть кардамон. Здесь, опять же, есть цветочный блок. Но на мне цветов, как таковых, много обычно не выходит. То есть, иногда там где-то на подпевках жасмин. Мне немножечко рукой вот так вот машет. А так для меня это цитрусы с кардамоном на древесной подложке. Очень стойкий аромат. Опять же, вне сезона. И он всегда прекрасен. И летом, кстати, он имеет тоже очень хорошие технические характеристики. Для меня это аромат именно про горькие цитрусы. Кажурку цитрусов про недоспелые цитрусы. Поэтому попробуйте. Я много раз вам о нем говорила и не перестану говорить. Потому что я постоянно себе его обновляю. Это именно тот аромат, который со мной уже, во-первых, очень много лет. И мне всегда нужно, чтобы он был у меня в коллекции. И именно тогда мне спокойно. Следующий аромат для меня это раннее утро на зеленом лугу. Когда природа только начинает просыпаться. Солнце еще не сильно печет. Но оно уже начинает разогреваться. Ветер прохладный еще с ночи гуляет по полю. И вот так вот развивается зеленая свежая травка с капельками росы. Это аромат от Гуталь Нинфео Мил. Замечательный аромат. У него не очень хорошие технические характеристики. Лимон, который порезали, посыпали сахаром. Я конкретно так ощущаю этот аромат. В нем очень много зелени, в нем очень много солнца. Здесь также есть инжир, который хорошо ощущается. Именно недоспелый немножко с зеленым таким вот хвостиком. Если вы любите свежезеленые такие вот парфюмы. Я им всегда пользовалась летом, с утра. Чтобы взбодриться, пойти сделать какие-то дела. То есть он настраивает именно на бодрость, на хорошее настроение. На то, чтобы вы хотя бы просто элементарно открыли свои глаза. Я очень его вам рекомендую. И последний аромат, который я вам хочу показать. Это моя новиночка. Это Ателье Д'Орс Памела Ривьера. Безумно красивый флакон. Это тот аромат, которому я подходила несколько раз. И мне все-таки он очень нравится. Взять я его решила. Знаете почему? Я недавно попробовала аромат от Армани Приве. Дианочка мне его присылала в Атлевантике для знакомства. Я забываю все время, как он называется. Но в общем там такой красивый бирюзовый флакон. Я думаю, многие поняли, о каком конкретно аромате я говорю. Он про соль. И когда я вышла с этим Армани Приве на улицу, опять же в холод, я настолько ярко ощутила эти крупинки соли. Я прям захотела, чтобы в моем парфюмерном гардеробе еще несколько ароматов появилось на тему соли. Потому что очень явная для меня соль. Это, конечно же, Алтая Атакама. Я бы обновила себе даже флакон. Потому что у меня там совсем немножко осталось. Я очень действительно люблю этот аромат. Он такой молекулярный. Но он сейчас, конечно, стоит уже не бюджет. Если говорить про помело ривьера, это очень сочные взрывные цитрусы. Здесь есть жасмин, который на некоторых раскрывается, а на некоторых не раскрывается. Потому что на мне, например, здесь жасмин даже чуть-чуть индольный. На моей маме жасмин вообще не раскрывается от слова совсем. Здесь очень красивые древесные оттенки. Обалденный аромат. Когда вы наносите этот аромат, у вас ощущение, будто бы вы живете на вилле с выходом на пляж песочный, на белопесочный. Оттуда веет прохладный морской ветерок. Вы открываете окно. Вот так пахнет этот аромат. Он сейчас очень красиво раскрывается. Мне, конечно же, очень хочется посмотреть, как он летом будет раскрываться. Я думаю, летом он тоже будет прекрасен. Но здесь прям тактильно ощущается морская соль. Как в Джульетте Хезеган, Ванилла Вайпса, тоже есть ощущение соли. Но соль именно зимой больше присутствует в данном аромате. Летом больше именно санскрина ощущается в данном парфюме. Армани Приве там тоже именно такое тактильное ощущение морских. Вот этих вот немного влажных, соленых, крупинок соляных. И здесь я даже, знаете, как грейпфрут слышу, как будто бы его посыпали вот этой вот крупной морской солью. Шикарный. Очень его вам рекомендую. Технические характеристики у него хорошие. То есть где-то на мне 4-5 часов. Ну, как и в среднем, любой цитрусовый аромат. Это хорошие технические характеристики считаются. Особенно на моей коже. Конечно же, мне безумно нравится вот это вот социальное золото. Еще поймала себя на мысли о том, что очень хочу себе Pink Me Up. Понятный, популярный, попсовый, можно сказать, аромат на тему малины. Который сразу же отсылает тебя к Ангелу Нову. Но прям хочется на весну. Вот хочется чего-то мега понятного, мега приятного. Поэтому я пока в раздумьях тоже думаю, что мне нужен аромат Pink Me Up. Хочу еще раз отметить оформление флаконов. Здесь морской конек. Они тяжелые, плотное такое стекло. Ну и, конечно же, вот это социальное золото. Я также хочу сказать, что я не сразу поняла данный бренд. Обычную их линейку буду подходить, тестировать. Потому что вот все меняется. Мое восприятие ароматов за последнее время очень сильно изменилось. Если вдруг вам одно время не нравился какой-то парфюм. Пробуйте, подойдите, потестируйте его заново. У вас абсолютно может измениться отношение к данному аромату. Друзья, на этом все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Я надеюсь, что оно для вас было информативным и полезным. Обязательно обратите свое внимание на уход за волосами. Если вдруг, тем более, у вас такая проблема, как была у меня. Ну и, конечно же, аромат. Также пишите свои любимые цитрусовые ароматы. Мне будет очень интересно почитать. На этом я с вами буду прощаться. Огромнейшее вам еще раз спасибо за внимание, за время, которое вы мне уделили. Я вас всех обнимаю. Целую. Пока-пока. До новых встреч.